Радио 54 Первое областное радио Фестиваль вовсю до 23 февраля он идет. Куда точно успеем попасть? На какие онлайн-офлайн события? Что впереди по курсу? Вот, например, сегодня, 18-го, что точно будет и где? Ну, у нас сегодня, вот, 18-го и 19-го, завтра, это дни, как бы, будни, поэтому здесь мы сделали небольшую корректировку. У нас тематические экскурсии, посвященные локальным конфликтам второй половины 20-го века. Вот прямо в парке. В парке, да, в историческом парке. Это на основе наших постоянных экспозиций. У нас тематические экскурсии, посвященные 30-летию Министерства чрезвычайных ситуаций, то есть рассказ о профессии спасателей. Вот, кстати, фестиваль мужества. Вот у меня к вам вопрос. Вот как вы думаете, про кого он? Вот, и я договорю. И, конечно, у нас показательные выступления спортсменов Новосибирской Федерации самбо, ориентированные на ребятишек. Ну, показательные выступления, это, знаете, это, конечно, не такой большой спорт профессиональный, это игра с детьми. Потрясающий вариант привести свое маленькое чудо, показать, вдохновить, да, ребенка. Это все максимально корректно и безопасно. Ребятишкам, скорее, конечно, сначала им показывают, как это все на практике, в реальности, на настоящих скоростях, то есть ребята, которые занимаются этим профессионально. А потом, для тех, кто хочет повторить им, очень мягко показывают. И, к слову сказать, самбо, ведь это часть нашей национальной культуры. Да, она появилась в 20 веке, в советский период, она вобрала в себя массу национальных стилей, и бурятских, и казахских, и армянских, и японских. И, к слову сказать, применялась в годы Великой Отечественной войны, родилось это в Советском Союзе. И это часть еще нашей истории отечественного востоковедения, причем высокой науки, потому что один из основателей самбо, Ощепков, да, это профессиональный востоковед, переводчик с японского, который в довоенное время, уже к 30-м годам, достиг одного из высших данных дзюдо. Ну, собственно, он и в самбо, и принес большую часть с востока, и что-то адаптировал. Да, да, да. А самый потрясающий факт, что не случайно это все в нашем городе проходит, потому что в 30-е годы Василий Ощепков работал в Новосибирске, служил, он был военным переводчиком в Новосибирском доме офицеров на Красном проспекте. Вот это, да. Ну, тогда это не был дом офицеров, это было штабное здание. Сохранилось окно, где был его кабинет. В прошлом году осенью была открыта мемориальная доска в честь него, поэтому это тоже часть нашей истории. Да не просто наша история, а вот именно история-то, касающаяся Новосибирска, обычно говорят, наша история-то страна, а тут-то вот прям... Мы себя никак не можем отделять от страны, слово сказать, в экспозициях исторического парка история Новосибирска, Новосибирской области, нашего региона, она ведь вплетена в единую ткань истории государства, у нас нет отдельных экспозиций по региону. Но в каждой экспозиции есть раздел по истории региона. Если мы смотрим, скажем, на появление первых острогов, да, на территории Новосибирской области, первые пункты российской государственности здесь, официальные, административные, мы видим синхронно Северную войну, Петровские реформы, флот там и так далее. Ну, просто в школе-то мы изучаем историю, ну, как бы, страны, правильно, а историю Новосибирска не преподают. А вот у нас есть исторический парк, ты знаешь ли, Россия, моя история, и вот, пожалуйста, погружайся. Ну, это как вопрос о 18 февраля. Дальше что по плану? В 19-м я тоже сказал, то есть у нас вот такие 20-го, 21-го у нас более насыщенные дни, ну, 20-й у нас тоже рабочий день переносится, да, за праздник, поэтому... Также тематические экскурсии, посвященные профессии спасателя, и вот здесь специалисты регионального управления МЧС России по Новосибирской области, опять же, для наших юных посетителей, их родителей будут демонстрировать разные приемы работы со спасательным оборудованием. Здорово. Вот, более того, ребята даже могут попробовать потренироваться, вот, на скорость облачиться в боевое обмундирование пожарного боевого. И все дадут пощупать, потрогать, надеть. Все дадут пощупать, потрогать, надеть. Ничего себе. А возрастные ограничения какие у вас? Возрастные ограничения, ну, мы не ставим, но стараемся все-таки работать с ребятишками от 5 лет. Ну, все-таки есть свои особенности, но это не мешает прийти с маленьким ребенком, посмотреть, конечно, это никоим боком не мешает. И 21 февраля, 21 и 23, у нас более насыщенная программа. Вот 21 февраля, здесь хотел бы сделать акцент, у нас будет встреча с замечательным человеком, Вячеславом Клепиковым, это ветеран боевых действий. Это боевой товарищ и сослуживец героя России Юрия Климова, памяти которого посвящен этот фестиваль. Вот оба они, Юрий Климов и, значит, Вячеслав Клепиков, это боевые офицеры, это офицеры еще советской армии, участники войны в Афганистане. И в 90-е годы, в трудные 90-е годы, это те, кто встал у начала, у истоков борьбы с организованной преступностью. Это офицеры первых составов СОБРа, тогда регионального управления по борьбе с организованной преступностью, РУОП, потом он РУОП назывался. Это люди, которые на своих плечах вынесли, ну вот у Вячеслава Клепикова 8 командировок в горячей точке, множество воинских специальностей. Это будет какой-то монолог или можно задать вопрос? Это будет экскурсия. Мы, часть нашей экспозиции на это мероприятие, мы наполняем это пространство фотографиями, причем из архива нашего уважаемого ветерана. Это будет его рассказ, это будет, это не монолог, понимаете, это будет живое общение. Конечно, будет выступление. Потом, конечно, ребята, наши посетители смогут пообщаться, задать любые вопросы, то есть это общение живое. И мы стараемся это делать максимально живым, как мы с вами сейчас общаемся, обмениваемся мнениями. Если до этой секунды отцы сыновей Новосибирской и Новосибирской области думали о том, как бы поздравить с 23 февраля свое любимое маленькое чудо, по-моему, вопрос снят. Вот если бы у меня был бы сын, у меня просто дочь, вот я бы, я бы даже не думая абсолютно, сразу погрузила бы своего ребенка в эти события. Это и инвестиция, возможно, в его правильное мужское будущее, в его правильное отношение к жизни, это тебе не смешариков посмотреть, да? А вот здесь я немножечко вклинюсь, потому что на самом деле это все интересно не только для мальчишек, это для девчонок абсолютно. А потом ведь профессия вот мужества, отвага, они ведь имеют место в разных профессиях. Это и военные, конечно, это и те, кто с оружием в руках защищает нашу Родину, это спасатели, это кинологи, да, в конце концов, это ученые. Вот пример, скажем, нашей истории Великой Отечественной войны, блокадного Ленинграда, да, когда, несмотря на жуткий голод, сохранились и образцы семян, которые перед войной разработали, целая коллекция, и ведь не съели. А что это такое? Это же тоже мужество. А еще, извините, про врачей вообще молчим, да. Когда, да, когда примеряешь это на себя, думаешь, а вот так бы смог. Радио 54. Уже очень много интересного о грядущих событиях в ближайшие дни. 23 февраля, это такая точка фестиваля мужества, наверняка будет очень насыщенная. Что планируется также на территории исторического парка? Также на территории исторического парка. Да, это будет кульминация. Идея фестиваля была в том, чтобы объединить две ключевые для военной истории даты. Это день памяти о россиянах, выполнявших служебный долг за пределами Отечества. Ну, мы его знаем как день вывода войск из Афганистана, 32-я годовщина в этом году. И, конечно, день защитника Отечества, наш главный мужской праздник, да. Идея была объединить эти два праздника, эти две даты событиями, как бы вот этой вот десятидневкой, декадой, сложить их в единую цепочку. И 23 февраля мы обратимся и к неизвестным страницам Первой мировой войны на базе постоянных экспозиций исторического парка. Также будут, конечно, показательные выступления самбистов. Также будут от сил специального назначения Росгвардии выставка оружия, которая состоит на вооружении, подчеркиваю, специальных подразделений. То есть, как здорово, кузнецов рыбалка отменяется. И используется, да, военными профессионалами. У нас будет работать потрясающе интересная площадка от патриотического православного клуба «Ковчег». Это военная радиосвязь. То есть, настоящие военные радиостанции, которые мы интегрировали, в том числе, и в цифровую современную АТС исторического парка. Наша военная техника советского производства позволяет это делать. Вот. То есть, ребятам показывают, как это все работает. Ну, и есть разные интересные фишки. Скажем, как позвонить на радиостанцию с вашего сотового, например. Ух ты, ух ты. Ну-ка, ну-ка, да. Вот. Это, сразу говорю, да, это было непросто. Мне это было интересно наблюдать, когда ребята разворачивали и готовили. Это все и настраивались, потому что это процесс... Насколько это зрелищно. Это процесс творческий. Ну, да. Вот. Это, конечно, будет наша тематическая площадка от реконструкторов, от Сибирского центра патриотического воспитания, главного организатора фестиваля нашего знаменитого «Сибирский огонь» военно-исторической реконструкции, посвященная как раз событиям войны в Афганистане. Ага. Вот тоже с макетами оружия. Это, подождите, все на вашей площадке? Это в историческом парке, да. Это в помещениях исторического парка. Поэтому приходите. Просто когда речь заходит о подобных мероприятиях, сразу представляются какие-то большие пространства, где боевые действия пытаются... Пространство исторического парка позволяет. Пространство исторического парка позволяет. Мы, конечно, не можем тягаться с фестивалем «Сибирский огонь». Но огромное спасибо всем нашим партнерам, всем нашим друзьям и спортсменам Федерации самбо и округу Росгвардии института имени Яковлева и Сибирскому центру патриотического воспитания, нашим спасателям, всем, кто поработал над этим фестивалем. А вот еще сколько дней? 18-19 до 23-го. Где человеку заинтересовавшемуся, мужчине, отцу, сейчас зайти, изучить всю информацию, выбрать для себя мероприятие? Самый простой путь – это набрать исторический парк «Россия. Моя история». Вам автоматом выйдет ссылка на наш сайт. И у вас там на главной странице. И у нас на главной странице все это есть. Для тех, кому удобнее по телефону, можно набрать номер 349-39-29, обратиться к нашему администратору. Еще раз повторим. 349-39-29. Мы с удовольствием подскажем. Радио 54. Первое. Областное радио.